Рыбалка По обе стороны реки тайга тянется на десятки километров. Среди тайги стоит конструкция синего цвета, внутри ракета. Через три дня она унесет в космос космический аппарат. А управлять всем этим делом буду я, потому что я начальник космодрома. Самого северного космодрома в мире, между прочим. Космодром Плесецк расположен в таежной зоне в 180 километрах от Архангельска. На западе территория космодрома ограничена железной дорогой Москва-Архангельск. На севере — река Емца. Общая площадь космодрома — 1762 квадратных километра. Протяженность с севера на юг — 46 километров, с востока на запад — 82 километра. В 70-80-х годах прошлого века здесь производилось до 40% мировых космических запусков. Отсюда летают не корабли с космонавтами, а непилотируемые космические аппараты. Плесецк входит в пятерку крупнейших космодромов мира. Рыбалка Это один из лучших способов такой, когда напряженная обстановка, когда нервы иногда сдают. Прийти, посмотреть на воду, посмотреть на рыбу. Другое дело, что рыба иногда навстречу не настроена. Вот как сегодня затаилась. Вообще здесь ловится сик, хариус, семга на нерец заходит. Но, видимо, не в этот раз. Я, кстати, в последнее время, наверное, как любой старик, стал любить готовить. Наверное, внуки стимулирует. Что-то вкусненько хочется. А вкусненько — это что может быть? Самое, что неестественное. Рыба, дичь. Хотя я не люблю охотиться. Раньше любил, сейчас не люблю. Вы знаете, у меня, наверное, удивительно сегодня первое, что я ничего не поймал. Обычно даже если ловится, как говорят мои подчиненные, даже с ванны я поймаю. А сегодня почему-то ничего нет. Кстати, здесь впервые на речке начал рыбу ловить. Я же здесь командиром был на этой площадке. Так что для меня это знаковое место. И вот с тех пор иногда сюда приезжаю. От реки до стартовой площадки, откуда улетают ракеты, 15 минут по грунтовке через тайгу. Тайга густая, труднопроходимая. Над елями, периодически срываясь в дождь, плывут низкие облака. Одна из причин, по которой это место выбрали для запуска ракет. Постоянная низкая облачность облегчала маскировку стратегического военного объекта «Ангара». Так назывался ракетный полигон, с которого начинался космодром Плесецк. Здесь базировалась та самая Кузькина мать, который пугал Хрущев весь западный мир. Все же очень просто. Ведь когда у нас создавался ядерный щит страны, сразу после Великой Отечественной войны, встал вопрос о средствах доставки. Чем же можно доставить нашему вероятному противнику на голову наше мощное оружие? Появились Королев со своими ракетами на Байконуре. Появилось желание построить стратегическое соединение ракетных войск поближе к Северному полюсу. Ну и комиссия выбрала болотистые, непроходимые места в Архангельской области. Это все было, прежде всего, конечно, для скрытности. Ну а самое главное – это близость к вероятному противнику. На языке русских военных вероятным противником со времен Холодной войны называются Соединенные Штаты Америки. Ракеты Королева, о которых говорит генерал, это первые в мире межконтинентальные ракеты Р-7, созданные в 1957 году нашим конструктором. Они были нашпигованы ядерным оружием и могли свалиться на голову вероятного противника, преодолев расстояние в 8 тысяч километров. Это были первые в мире ракеты, летающие на такие дальние дистанции. Однако расстояние между существующим полигоном на Байконуре и значимыми территориями США все равно было больше заявленных 8 тысяч. Значит, разворачивать ракетный полигон нужно было на севере СССР. Из докладной записки Жукова «Совершенно секретно. Особой важности». Докладываю. Министерством обороны закончено проведение подробных рекогницировочных и изыскательных работ в районах Архангельска для расположения боевых стартовых станций ракет Р-7 с дальностью стрельбы до 8 тысяч километров. Прошу утвердить следующее предложение Министерства обороны. Построить в районе Архангельска в течение 1957-1959 годов боевую стартовую станцию для пуска ракет Р-7. Работу по строительству станции развернуть в 1957 году. Жуков. После того, как построили соединение ракетных войск, начали дежурить, страна-то развивалась и пришли к выводу, что космоса с юга мало, надо что-то еще и на севере, потому что есть орбиты, которые можно только с северных широт запускать. И поэтому было принято решение о создании на территории севера космодрома. Архангельская земля теперь была и ракетным соединением, и испытательным полигоном, где запускали космический аппарат. Все практически ракетные комплексы, которые существовали в Советском Союзе и в Российской Федерации, они получили жизнь свою здесь, на космодроме. Все циклы испытания проходят здесь. Мы отрабатываем и учим ракету летать. Под боком у космодрома город Мирный. В Мирном живет несколько тысяч военных. Сколько точно сказать не могу. Военная тайна. Каждое утро без пяти-шесть. Здесь просыпаюсь я, старший лейтенант Клубовской. Точнее, первой просыпается моя собака. Собака будет кота, кот будет меня. Я никого не бужу, даже свою жену, потому что ей нужно высыпаться. Продолжение следует... Извините. Субтитры сделал DimaTorzok Каждое утро, около 7, я выхожу из дома и иду на поезд. Как вы понимаете, я не один такой ранний. Это, собственно, же дистанция городская. Отсюда каждое утро уходят по три поезда с военными. Ну и возвращаются вечером сюда же. То есть вокзал – это такая точка отсчета. Здесь у нас каждый рабочий день начинается. Решили по-быстрому оргвопросы и в мотоос. Решили по-быстрому оргвозу. Территория космодрома огромная. До дальних частей почти три часа ехать. Это, наверное, неотъемлемая часть нашей жизни. Кто-то работает, кто-то читает книги, кто-то еще что-то. То есть это та атмосфера, которая у нас создается годами здесь. И у каждого человека она своя. И каждый как бы занимается своим делом здесь. Ну вот я, например, летом постоянно читаю книги. Ну потому что светло, солнце позволяет. Зимой тоже, ну не всегда, в основном, если честно, так поспать. Бывает, едешь тяжело, думаешь, что устала. Бывает, едешь, душа как-то отдыхает, природа вокруг, красота. Тут все как бы свое. Природа своя, жизнь своя. Город, часть, все взаимосвязаны. И как бы это создает свой мир. Ну тут, так если сказать, большая семья. Да я эту дорогу как свои пять пальцев знаю. Без указателей могу определить, где, какой километр. Там, например, сухая сосна стоит. Там болото небольшое. Значит, через две минуты у меня остановка. Я Владимир Михайлович. Но больше мне нравится, когда меня называют дядей Вовой. Я уже 50 лет по этой дороге езжу. Я машинист гражданский. Мне форма не идет. Там такая фуражка, такая здоровая. Лицо большое. Фуражка, вот они из-за этого. 3 февраля будет ровно 50 лет, как я здесь, на тепловозе. Нравится мне эта работа. Понравилось сразу. А на тепловозе что, теплище. Электрическое, это колорифер есть, плитка электрическая. Можно чайку попить. Тепло, светло, чисто, все кругом. Вот самое, вообще аккуратно. Как и летчики летают, прекрасно и у нас тоже самое. Да сам-то я Вологодский. Приехал сюда с семьей, совсем еще маленьким был. Это мне было 10 лет. А тут как раз в 57-м году началась стройка. Это все на моих глазах, как эти состав за составом. А полигон-то у нас здоровенный такой. И надо все строить. Сколько тут бетонных заводов было. А сколько было военнослужащих было. Солдат было. Это тьма тьмущая солдат была. Машин было. А сколько солярки шло. Все котельные обслуживались на мазуте. Мазут шел состав за составом. А зимы-то раньше были. Не то, что сейчас. На Новый год дождь идет. Раньше зима, так зима. Заборы трещали. Холодно было. Сильно. Первые эшелоны с военными строителями пришли сюда в феврале 57-го. Архангельская тайга встретила морозом в минус 40 и полутораметровыми сугробами. Строительные бульдозеры зарывались в снег по самую крышу. Бетон замерзал в кузове машины раньше, чем его успевали доставить до стройплощадки. Весной проселочные дороги раскислили. Низины превратились в тупкие болота. Тяжелую технику перетаскивали буквально на руках. Спали в железнодорожных вагонах, землянках, палатках. Три месяца жили в палатках. Эти палатки до конца жизни не забуду. Бывало, проснешься утром, а волосы примерзли к подушке. Помню, как ждали, когда кто-нибудь из сослуживцев уйдет, чтобы взять его одеяло. Чуть позже появились первые счетовые казармы и столовые. Начали строить мирный. Когда космодром начинал строиться, потребовались разные рабочие, всех специальностей. Ну и машинисты требовались, помощники машинистам. Нам работы было вон. 15 минут принял тепловоз и поехал на целый день работать. Составом за составом. А сколько я перелопатил вагонов, сколько грузов. Я вот так и говорю, что ни один дом в мирном нет дома, чтобы я что-то не привез. Или цемент, или краску, или бетон, или шифер, или ну все что-то. Ведь мы же все возили раньше, это сейчас возят на машинах. А раньше все возили по железной дороге. Для меня эта история, космодром, началась с того момента, как я приехал сюда. То это было когда-то в прошлом, а здесь мы занимаемся, именно наша воинская часть занимается тем, что мы запустили ангару, открыли страницу, новую, новую ракетоноситель легкого тяжелого класса. Вот для меня, наверное, с этого момента начинается вся история. Ракетоноситель — это летательный аппарат, который выводит полезную нагрузку в космическое пространство. Полезная нагрузка — это, например, спутник или груз для МКС. Ракетоносители бывают легкого, среднего и тяжелого класса, в зависимости от того, сколько груза на себе могут утащить. Российская космонавтика использует целый набор ракет-носителей, элементы которых несовместимы друг с другом. Каждый требует особого подхода, отдельной технологической цепочки и отдельного стартового комплекса. Цель проекта «Ангара» — создать универсальный ракетоноситель. Тело «Ангары» собирают из одинаковых модулей. Число этих модулей меняется в зависимости от конкретной задачи. Нужен легкий ракетоноситель — используем один модуль. Средний — два или три. Тяжелый — пять. Ракета собирается как детский конструктор. Ее проще перевозить, монтировать, запускать. Универсальная, способная и без огромных затрат вывести небольшой спутник на низкую околоземную орбиту и отправить грузовой корабль на МКС. И рано или поздно об этом придется задуматься — запустить пилотируемые экспедиции к Луне и Марсу. Ракета взлетала, она, конечно, еще погода была хорошая, взлетала она красивая. Ну, это на всю жизнь, считай. А вводишь в гугле где-нибудь данные, там, в Википедию смотришь, там «Ангара» была запущена 9 июля 2014 года. Ты думаешь, вот я ее пускал. Через лет 30 буду тоже рассказывать внукам. Вот эту ракету первую запустил я. Так что вот так. Я эту ракету собирал от начала до конца. Я лейтенантом сюда приехал в 2012 году, и ракета приехала вместе со мной. Пока я учился на допуск к этой ракете, мои товарищи, инженеры-монтажники, принимали эту ракету. И когда уже начались испытания, я уже к тому времени получил допуск, и, можно сказать, с самого начала ее сборки присутствовал на всех операциях, которые с ней проводили. Первый день был непонятен. Самое интересное это был пол. Пол. Ну, а ты когда зашла сюда, ничего интересного не увидела, пол не обратила внимания, какой пол? Блестящий. Все, что ли? Все, что можно было для пола сказать? Самый чистый пол. У меня дома не такой чистый пол, как здесь. Потому что у нас проводится постоянное беспыливание. Здесь полностью всего зала проводится беспыливание. Здесь не должно быть никакой пыли. Ни пыли, ни статики, ничего. То есть, работа производится в специальных костюмах, обувь, специальная обувь, халаты. Все полностью как положено. Ангар, в котором стоит ракета, это монтажно-испытательный комплекс, сокращенно МИГ. Сюда ракета приезжает в разобранном виде завода-изготовителя. На этих рабочих местах уже происходит дальнейшая сборка. То есть, в определенном порядке, прописанной документацией, они загоняются сюда, и здесь начинает их компоновка, сбор полностью. Они состыковываются друг с другом, и параллельно собирается КГЧ, космическая головная часть. После того, как это все КГЧ собрали, РН, так называемый ракетоноситель, собрали. КГЧ перегружают на рабочее место. Они состыковываются, и получается РКН, ракета космического назначения. Здесь происходит выдача газа. Выдача газа нам нужна для того, чтобы на монтажно-испытательном комплексе, во время сборки ракеты и проведения необходимых всех испытаний, мы могли создать условия, которые воздействуют на ракету во время ее полета. То есть, действия атмосферы на различные датчики. Плюс отсюда же мы производим проверку, например, надуваем ракету для проверки ее на герметичность. Чтобы, когда мы уже заправляли топливом, мы уже знали, что у нас все в порядке. Сюда загоняется транспортный агрегат. На этот транспортный агрегат мы перегружаем ракету, уже РКН полностью. И медленно, не более 5 км в час, выставлением патрулей, начинаем транспортировку РКН на старт. Субтитры создавал DimaTorzok Где папа, Саш? На ракете. Где ракета у нас? Покажи. Где ракета, Саш? Вот она, молодец. Когда началась ангара, то я мужа вообще забыла, что такое муж у нас. Он был постоянно на работе, сутками напролет. Ну и, естественно, страшно. А вдруг что-то не так пойдет, что-то вдруг там все равно всякие случаи бывают где-то. И вот я, например, в школе работаю, да, там с учениками. Учебный процесс идет, а там же все равно ангара вдруг, ей надо думать, а вдруг она возьмет, когда они запускали. Вдруг она сейчас рухнет на него. То есть, ей думаешь, и все. Ну, может, всегда шутит, что, ну, мало ли что. Я говорю, да шутись мне, это же тоже страшно. Иди ко мне, иди сюда, покажи. Мой муж Луговской Саша, старший лейтенант. Мы поженились три года назад, в 2014-м. Потом вот эти товарищи родились. Я не знаю, как у других, но я себя за мужем чувствую. Помогает мне во всем. И нет такого, что ты жена, ты должна. Он жалеет меня. Он прекрасно понимает, насколько мне здесь одно тяжело. Он дает мне ночью выспаться, потому что здесь ни мам, ни бабушек, ни дедушек, ни тети, ни дядь. И он говорит, я на работу ухожу, я сменяю вид деятельности, а тебе приходится с ними, с их зубами, с соплями, если они болеют, оставаться здесь. Поэтому он с утра меня даже не будет. Я вообще забыла, что это такое, с утра встать, помочь, кашу свариться. Я приехала в Мирный из Твери. Точнее, сначала в Мирный приехали мои родители в командировку. Они познакомились с Сашей. И умышленно или нет, тут уж история умалчивает, показали ему мою фотографию. Смотрю, меня кто-то добавляет. С сообщением, привет, жена, и твой будущий муж. Я помню, я такая, ну, посмотрела, милый парнишка, он сразу начал мне писать. Ну, мы общались, он ко мне приезжал. Да, Саша. А я к нему приезжала сюда. И на Новый год мне приходит подарок новогодний. Открываю посылку такая, башню, киндер-сюрприз. Я думаю, ну, и что на этом киндер-сюрпризе? Я-то посылку ему, там, подарок, а у меня киндер-сюрприз. А я думаю, ну, ладно, с горя съем киндер, что делать? Сладкое люблю. И начиная, когда обертку отворачиваю, смотрю, обертка не крепкая, держится. Ну, и смотрю, а там сначала записочка, ну, там сделано все, там производитель, Луговской Александр Андреевич, там все это про него написано. А переворачиваешься, ты выйдешь за меня замуж. А в этой, в яичке, в этом, то колечко. Вот так вот и позвал меня в жены. Если человек хочет увидеть рекордное количество женщин и детей на квадратный метр, человек должен приехать в мирный. Его называют городом колясок. Кто-то здесь родился, кто-то замужем приехал, как я. Вообще, жена военного – это как должность, только погон нету. Ордена бы хотя бы выдавали, что ли. Так-то за каждым военным его жена стоит. Куда они без нас? Здесь на службе я генерал. Дома, как говорят, мой сын, ты уже не генерал. Тут уже не генераль. А вы жене не отзваниваетесь после пуска? Вы знаете, это первое, что я делаю. Почему? Потому что она ведь тоже волнуется. Она тоже переживает. Ведь не всегда все бывает гладко. У меня в 2002 году был аварийный пуск, когда у нас не было информации для семей, что-то случилось. Просто прошла информация – ракета упала на старт. А кто, где был, как, никто ж не знает из близких. Вот я с тех пор стараюсь не огорчать свою жену и стараюсь сразу сказать, что два слова – все нормально. А дальше она все понимает. Ей не нужно знать подробностей, но она должна понимать, что все хорошо. Всякое бывает. Аварийный пуск случился 15 октября 2002 года. Ракета-носитель «Союз» с космическим аппаратом «Фотон-М» взорвался через несколько секунд после старта. Страшно было. Я отвечу – страшно. Знаете, когда будет потерян страх у тех людей, которые идут к этой ракете, когда у них будет бесстрашие, это значит, что у них нет сознательности, что они делают. Потому что бесстрашие появляется только от незнания. Когда человек знает, что это очень опасно, очень страшно, у него сразу повышается ответственность к исполнению своих должностных обязанностей. Поэтому страшно и очень страшно. Просто мы, наверное, себя готовим к тому, что мы не должны бояться страх. Я тогда занимал другую должность. Знаете, мне нужно было людей, которым через месяц надо было пускать ракету, настроить на пуск, чтобы они не боялись. Я хочу вам сказать, что тогда у нас ни один не отказался от выполнения задачи. Ни офицера, ни прапорщик, ни солдат. Ни один не испугался. Все пошли выполнять задачу. Понимаете, в чем разница между гражданским предприятием и военным предприятием? В гражданском предприятии там может быть каждый сам за себя. А в армии такого быть не может. Здесь складывается коллектив. Поэтому каждый за коллектив. Во взводе за взвод, в роте за роту, в полку за пол, а в армии за армию. Сегодня у нас день пуска. Мы должны в очередной раз запустить ракетоноситель со спутником в космос. Это стартовая площадка. А там, за толстыми стенами, под землей, люди, которые будут управлять пуском ракет. Так, поехали на командный пункт. Там повырезаете, если я матом ругался, когда ходил. Не переживайте. Там не было слышно. Да? Ну, хорошо. Нервное это дело. Вроде бы уже столько лет прошло, столько стартов было, а каждый раз, как в первый. Не наступает привыкание. Я как-то пытался посчитать, сколько пусков у меня было. Вышло не меньше трехсот. Первый на космодроме Байконур был. Вообще, я считаю, что мне в жизни повезло. Я делаю то, что люблю. У меня родители. Отец колхозник, мать колхозница. Дедушки у меня. Один погиб на войне. Другой живой был, но не был военным, был каменщиком. У меня родной брат военный. И самое удивительное, у меня брат тоже генерал. Служит тоже в космических войсках. Зовут только его Анатолий. А так мы с ним полностью одинаковые. Мы закончили с ним одно училище. Закончили одни академии. Училище закончили вместе. А вот уже судьба распределила. Он начинал службу здесь, на космодроме. А я начинал на Байконуре. Теперь он служит в 15-й армии, а я служу на космодроме. Но мы оба генералы. Родители, я надеюсь, они гордятся тем, что у них два сына и два генерала. Так что мы с друг с другом берем примеры. Друг за дружкой тянемся. Здравствуйте, Павел Борисович. Все нормально? Все по плану. Любой запуск, любой пуск, он как в первый раз. Но всегда это очень ответственно. Ну и так очень серьезно. Всегда с каким-то трепетом. Не просто запустить космический аппарат, а запустить живой организм, который там будет работать. Не болван. Вот начинается все это с первого запуска космического спутника, который, кстати, в этом году отметили 60 лет космической эры. Ведь он первый полетел тоже не мертвым шариком, который надо было увидеть, а который ожил. И вот эти знаменитые бап, бап, бип, бип. Вот это как раз и было. Так что это та главная задача. Внимание на постах. Товарищ генерал-майор, наблюдательный пункт развернут, к работе готов. Начальник оперативного отдела, полковник Узут. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравия желаю. Здравия желаю, Держневно. Здравствуйте. Все готово? Так точно. Что у нас, какая готова сейчас? Трехчасовая объемлена, 9.58, двухчасовая готова. Зондирование проведено, по результатам зондирования. Ну мне по зондированию доложил, начальник центра. Все в норме, да? Все в норме, так точно. Здесь у нас командный пункт. Он находится в километре от пускового стола. Дистанция для этой ракеты допустимая, но всегда нужно помнить, что что-то может пойти нештатно. На этот случай здесь построены такие мощные стены. Это то самое место, откуда боевый расчет командного пункта контролирует процесс запуска. Боевый расчет командного пункта это я и мои помощники. По этим телефонам нам поступают доклады со всего космодрома. Сейчас здесь тихо, потому что основная работа ведется там, внизу, на местах. Замп по вооружению поехал снять пробу с гептила. Вот сейчас тоже каждый заместитель начальника космодрома находится на своем месте. Видите, тут жених вокруг меня никого. Замп по вооружению находится непосредственно с расчетом на старте. Замп по науке и испытания находится на командном пункте системы управления. Начальник штаба на командном пункте космодрома. Зампоит где-то в массах. Задача вот такая. Зампотыл где-то поближе к кухне. Контролирует процесс. В процессе вот сейчас у них была технологическая пауза. У них был маленький перекус. Даже я попробовал кусочек сала. Да. Ну, конечно. Зампотыл сказал, сворони же. Личный состав должен выполнять свою задачу, будучи сытым. Чтобы не было желания думать о другом. Я думаю только о пуске. Надо выполнить задачу. Первый космический аппарат отсюда запустили больше 50 лет назад. 17 марта 1966 года. Было ли перед этим запуском съедено сало и откуда оно было родом история умалчивает. Известно только, что старт прошел успешно и ракетоноситель «Восток-2» вывел на орбиту военный спутник-фоторазведчик «Космос-112». За полетом спутника следили разведслужбы интересующихся держав на том и этом полушарии. А анализ траектории полета недвусмысленно давал понять. СССР запустил космический аппарат отнюдь не с известного всем Байконура, а из мест более северных. Космодрома Здорово. Сколько ты будешь еще меня мучать? Сколько еще будет? В этом году уже третий раз. Третий раз? Ну, можешь туда GoPro поставить? Поставить можно. У вас есть времени? Час. Каждый пуск снимают журналисты. Но это сейчас. Долгие годы вся информация о космодроме была в Советском Союзе засекречена. Впервые широкая общественность узнала о том, что кроме Байконура есть еще один космодром. Только в 1983 году газета «Правда» напечатала статью «Место старта – Плесецк». Я тогда еще в школу ходил. Хотя, конечно, от местных утаить происхождение загадочных небесных явлений было невозможно. Трест такой, и видно, как вот с этой с лесного как запуск бывает. Видно хорошо, да. Грохочет, так здорово. Хотя здесь напрямую-то ну километров 8, наверное. Слышно здорово, да. Ну и видно, как она идет, как у нее этот хвост огненный. Идет. А зимой, когда звездное небо, так видно даже, как у нее боковые эти падают, как звездочки падают, эти двигателя-то. И так солнцем ничем освещают, и так они светятся, как звездочки падают. В этом году к космодрому юбилей был 60 лет, а мне 72. Постарше я его чуток. 60 лет он стоит, а 50 из них я тут на тепловозе работаю. И вот сколько лет работаю, столько же примерно в окрестностях клюку собираю. Тут места для этого самые подходящие. Везешь военных на службу, а сам присматриваешь, где правильное болото. Присмотрел, дождался выходного, взял жену, шарабан и сюда. Рекорд у меня не уру, Бог видит. 6,5-7 ведер. Вот два таких шарабана, он по 35 литров, когда на хороших местах. У меня есть хорошие места. Тут много ума не надо, и вам отдай. Сейчас и тоже начать и грести только вьет. Нет. Над этими болотами с 57-го года летали американские разведывательные У-2. Пытались выяснить точное расположение полигона. Но низкая облачность и предпринятые меры маскировки не позволяли собрать точные разведданные. Место это полностью соответствовало самым консервативным представлением Запада о России. Дикие места, суровые зимы, возможность встретиться с медведем. Прошло 60 лет. Военные построили здесь дороги, целый город. Привезли сюда жен, родили детей. Их дети родили своих детей. Зимы с тех пор стали гуманнее. Но свидание с Мишей до сих пор частое явление. Медведь. Не человек, а медведь. Не первый раз вижу, он полно бывает нароет. И след медвежьи, лапки и вонные. Как почишут человеческие. Ты идешь рядом, он где-нибудь стоит и на тебя смотрит. Он так-то не убежит, не боится, а стоит, смотрит на тебя, как в диковинку. Вот такие пироги. Он хозяин. У него тут вес много, найдет полно болот. Конкурент. Это он у меня конкурент, да. Он мне тут пакостит маленько. Мишка. Хватит всем. И людям, и медведям. Тут все кругом болот и тайгадок. Хочешь там первым? Отставить первым? Хочешь первым? Готовность к пуску два часа. Выплачить операции. Потом установлено готово. Готовность к пуску два часа. Готовность к пуску два часа. Два часа. Доклады приняты. 861 861 на связи Готовность к пуску 2 часа 940-й, я 861 Готовность к пуску 2 часа принял Выполнить мероприятие по 2-часовой готовности Есть выполнить мероприятие по 2-часовой готовности А у вас какие-нибудь суеверия есть? Есть, но об этом мы рассказывать не будем Это одно из суеверий Вообще, я вам скажу честно, откровенно Вы, наверное, впервые присутствуете на том, чего раньше никто нигде никогда не присутствовал Я вообще никогда не фотографируюсь перед стартом Как у летчиков свое суеверие, так и у меня Поэтому перед ракетой никогда После того, как, пожалуйста, а так нет И вот так же здесь сегодня Ну ладно У нас камеры заряжены на добро Я знал одного, который недавно скончался Чумак, который в воду забежал Через теленизор Мы будем надеяться Самое трогательное суеверие у ракетчиков на космодроме Плесецк связано с Танями Это ракета «Союз» Это ракета «Союз» Она улетает в космос Если хорошенько приглядеться, то все равно не увидишь, что на корпусе ракеты написано это женское имя А оно там есть Это топливный бак ракеты Внутри жидкий кислород, его температура минус 200 градусов по Цельсию Поэтому на стенках снаружи образуется трехсантиметровый слой иния Вот уже 40 лет За три часа до старта Кто-нибудь из офицеров старательно выводит варежкой на инии имя Таня Происхождение у традиции путанное Разные совершенно есть истории про это Но я приверженец одной истории Потому что, мне кажется, она, на мой взгляд, самая правдоподобная Был такой командир войсковой части полковник Татьянкин И самое интересное, и жену у нее звали Татьяна И вот однажды, как говорится, военнослужащие посвятили Командиру, написали Таня А вот почему начали писать Потому что вот однажды написали, ракета полетела успешно На следующий пуск не написали слово Таня, ракета упала И вот с тех пор посчитали, что лучшее надо писать Пусть оно будет, как будто оно так и есть Поэтому с тех пор и пишут Когда не напишут, забудут написать То иногда проходит все неправильно Это на самом деле уже статистика показывает Что те ракеты, которые не совсем полетели туда, куда надо Или не совсем так, как надо Были без этого, как мы говорим, логотипа Таня Но это только ракеты «Союз» Не другие Сегодня в небо мы запускаем не «Союз» с Таней, а ракету «Рокот» Когда до старта остается час, метеорологические службы проводят очередное зондирование Измеряют ветровые нагрузки Если ветер будет превышать допустимые нормы, мы будем переносить пуск Но не имеем права заведомо запускать аппарат туда, куда мы его не запустим Лучше себя обезопасить Чем, как говорят у нас, на бровях потом лететь За час до старта проводят эвакуацию всего боевого расчета В заглубленных укрытиях на стартовом комплексе остаются только номера боевых расчетов Безопасность обеспечивается не только на территории космодрома, но и по всей трассе полета Ракета имеет обыкновение сбрасывать отработанные ступени вниз Трассы полета рассчитаны так, чтобы эти отработанные ступени падали в безлюдных местах Однако даже в безлюдных местах на севере России у ступени есть все шансы упасть на голову, кочующим с места на место оленеводам Поэтому за сутки на место падения отработанных ступеней отправляются специалисты отдела полей падения С целью исключения любых нештатных ситуаций У наблюдательного пункта собрались инженеры военно-промышленного комплекса Которые конструировали, встроили, создавали эту ракету Вот как раз и идет проверка готовности всего и вся Последние проверки Ракета начинает дышать вообще за 15 минут до пуска Начинает жить сама ракета Потому что у нее начинаются процессы уже внутри Вот она уже оживает и вперед КОНЕЦ КОНЕЦ Пуск, конечно, был один, но мы решили показать он опту сразу несколько Потому что ни одна камера не может передать то состояние, которое испытывает человек стоя под летающей ракетой Кажешься себе таким маленьким-маленьким А потом думаешь, да ладно, это же человек тебя придумал, ракета И запустил тебя тоже человек Вот этот и вот тот И все люди, которые сейчас мокнут под дождем, но довольны Кстати, местные говорят, что после старта почти всегда дождь Мол, ракета проверяла небо Были ли какие-то сложности во время запуска? Как у нас принято говорить, все прошло штатно, без особой сложности Все, давайте Мы вас поздравляем Спасибо, все, давайте Всегда это бывает, все говорят, все проходит штатно Да нет, оно так только кажется, что оно проходит штатно Оно каждый раз проходит по-особенному Вы знаете, каждый запуск космического аппарата, каждый пуск ракеты Он вообще остается частичкой в тебе Что-то ты отдаешь от себя Каждую ракету слышно Особенно если не пластиковые окна, то прям дребезжание идет Когда я особенно работала в школе, то постоянно у нас на уроке такой труд Когда запускается ракета, думаешь, слава богу, все запустилось Ура, ура Когда порадуешься запуску ракеты, мне кажется, больше, чем сами офицеры Потому что все, ура, ура, муж дома сегодня, ура, ура Папа дома, да? Папа дома? Да, дочь? Доч... Папа дома? Папа дома? Субтитры создавал DimaTorzok